МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на 24 КИЗ. Мы продолжаем рассказывать о самом важном к данному часу. В студии Батагос Аркулова. Здравствуйте. Строительство резервной системы по водопеспечению Алматы сегодня проверил глава Кабмина. Уж азбектияна в мегаполисе с рабочей поездкой. Заместитель Акима города доложил, что для стабильного, бесперебойного водоснабжения создана дополнительная подпитка существующих сетей от Толгарского подземного водозабора. Идет строительство шести новых скважин и полная замена насосов на шести станциях. Проблема была в том, что верхний район Алматы зависит от поверхностных вод. Из-за селевых выбросов в реках жители часто оставались без питьевой воды. В целом по всему мегаполису только за прошлый год построено 117 километров водопровода и модернизировано 46 километров. Арман Абрин доложил, доступ к центральному водопроводу обеспечен на 99,3%. Для жителей Алатаусского, Бостандыкского и Наурсбайского районов ведется строительство и проектирование четырех водозаборов. В этом году построят еще 142 километра инженерных коммуникаций и отремонтируют 48 километров сетей. Глава правительства отметил важность доступа населения к питьевой воде и дал ряд поручений по дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры. По становлению Акимата выполняются работы по замене насосного оборудования с увеличением производительности в полтора-два раза. Реконструкция резервуаров, бурение дополнительных четырех скважин на данной площадке двух скважин и на других объектах. Выполнение данных работ позволит обеспечить стабильное водоснабжение южной части Медеусского района путем подачи воды, каскадов насосных станций, перекачки воды в реверсивном режиме. Это получается с севера на юг, может работать система, также может работать с юга на север. И еще о поездке главы Кабмина. Больше трех с половиной миллиардов тенге частных инвестиций привлекли в малые промышленные парки Алматы. Сейчас на их территории работают 76 компаний, 250 представителей бизнеса готовы стать новыми резидентами. Об этом доложили премьер-министру страны, Лжасу Бегтенову, который посетил предприятие «Индустриальная зона Алматы». Он ознакомился с деятельностью заводов по производству легковых автомобилей и изготовлению трубок для капельного полива по израильской технологии. В целом Бегтенов отметил важность поддержки бизнеса и поручил Акимату продолжать работу в этом направлении, а также углублять локализацию производства. Другим темам. Директора одного из филиалов природного резервата семьи Ормана и его предполагаемых подельников задержали в области Абай. Об этом сообщили в МВД. Больше 20 человек подозреваются в хищении леса. Силовики провели обыски и обнаружили десятки кубометров древесины, специальное оборудование и деньги. Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получение взятки, растраты имущества и подделки документов. Расследование продолжается. Они также проверяются на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получение взятки, растраты имущества и подделки документов. В настоящее время расследование продолжается. В Хостанайской области погиб шахтер. Несчастный случай произошел на шахте Соколовская. Об этом стало известно сегодня из публикации компании в соцсетях. В ней говорится, что после взрывных работ на глубине 280 метров часть горной породы обрушилась на рабочего. В результате шахтер получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося проводится расследование. В компании заверили, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. 70 человек утонули в Казахстане с начала лета. Несмотря на снижение показателя по сравнению с прошлым годом, в МЧС заявили о росте трагедии среди несовершеннолетних. С 1 июня утонули 30 детей. По данным спасателей, почти все трагические случаи произошли в запрещенных для купания местах. Этим летом сотрудники МЧС спасли более 130 человек, в том числе 35 детей. В целях профилактики провели десятки тысяч рейдов. Наложили сотни штрафов за невыполнение правил безопасности на воде. В МЧС напомнили родителям о контроле за детьми во время отдыха у водоемов. С началом купального сезона для обеспечения безопасности граждан на неохраняемых участках водоема силами территориальных подразделений Министерства подчеречения ситуаций выставлено 42 сационарных и порядка 150 мобильных сезонных спасательных постов. В результате проведенного комплекса профилактических работ количество утупающих с каждым годом уменьшается. Все же мы не должны забывать, что за сухими статическими цифрами стоит человеческая жизнь и горе их близких. За последние 10 лет водной стихии унесены жизни более 2000 человек. Колумбийская береговая охрана спасла 4 граждан Казахстана в Карибском море, сообщает Рейтер. По данным БМС, наши граждане с группой других мигрантов на лодке пытались добраться до островов Корн-Айлендс в Никарагуа из колумбийского острова Сан-Андрес. Судно затонуло недалеко от места отбытия. Властям удалось спасти 15 человек. Один погиб, еще четверо пропали без вести. Среди выживших двое взрослых и двое несовершеннолетних граждан Казахстана. Наши медиа пока не подтвердили эту информацию. И еще о событиях в мире. Больше 2500 самолетов Boeing 737 пройдут проверку соответствия требованиям безопасности. У лайнеров этой модели обнаружили ненадежную фиксацию кислородных масок. Об этом заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США. И это далеко не весь список проблем концерна. Компании был предъявлен ряд обвинений за последнее время. В чем их суть, расскажет Жанна Хусаинова. Вокруг американского авиагиганта не утихают скандалы. Федеральное управление гражданской авиации США потребовало провести проверку 2600 самолетов Boeing 737. По сведениям агентства, на некоторых бортах возможны проблемы с кислородными масками. Из-за нового клеющегося материала они могут потерять фиксацию. От этого может пострадать система подачи дополнительного кислорода во время разгерметизации, заявил регулятор. Однако это далеко не единственная проблема с самолетами корпораций за последние годы. Несколько лет назад произошли две почти идентичные катастрофы с участием лайнеров 737 MAX. Самолет Boeing индонезийской авиакомпании разбился в 2018 году вскоре после взлета. Несколько месяцев спустя крушение потерпел борт эфиопских авиалиний. В общей сложности жертвами стали 346 человек. Это привело к глобальному запрету самолетов этого типа более чем на год и ввергло компанию-производителя в серьезный кризис. Я хотел бы напрямую обратиться к тем, кто потерял близких во время этих полетов. Я прошу прощения от имени всех наших партнеров Boeing за то, что вам довелось пережить. И я хочу, чтобы вы знали, мы полностью преданы их памяти, будем работать и фокусироваться на безопасности самолетов. Спустя пять лет после последней авиакатастрофы Boeing признала вину в том, что сознательно вводила в заблуждение регуляторов сферы безопасности полетов о проблемах самолетов 737 MAX. Таким образом, компании удастся избежать открытого уголовного процесса, которого добивали семьи жертв. Они раскритиковали сделку Boeing с правосудием, заявив, что корпорация должна нести ответственность за гибель людей. Я всегда говорю, что Boeing не производит игрушечные машинки и самолеты. Они изготавливают чрезвычайно сложные транспортные средства, которым люди доверяют своей жизни и жизни их близких. Мы должны добиться правосудия. Boeing согласилась с обвинением после того, как Министерство юстиции предоставило компании выбор – признать себя виновной или предстать перед судом. Ранее авиагигант от судебного преследования защищала соглашение от 2021 года. Оно обязывало корпорацию провести реформирование компании, усилить мониторинг и отчетность. Однако лишь в 2024-м выяснилось, что Boeing нарушила условия договора. Теперь компания должна выплатить штраф в размере 243,5 миллионов долларов и нанять стороннего консультанта для отслеживания, соблюдения всех требований авиационных регуляторов. Жанна Хусаинова, 24КЗ. А в мире растет количество судебных исков против корпораций и правительств. В связи с загрязнением окружающей среды. Согласно данным издания об экологии «Эко-Оч», с 2015 года возбуждено около 230 дел против бизнес-компаний, связанных с изменением климата. И более 2-3 из них были поданы после 2020 года. Согласно отчету, на сегодня зарегистрировано около 140 активных судебных разбирательств против правительств и компаний в разных странах. С 2016 года вынесены официальные решения по 77 случаям, причем 54 из них в пользу ИСЦА. Анализ основан на более чем 2,5 тысячах заявлений, собранных центром при Колумбийском университете. Наибольшее количество климатических исков зафиксировано в США – 1745. ВООН считает, что тенденция отражает повышение социальной ответственности в отношении окружающей среды. Во Франции не могут определиться с новой кандидатурой на пост премьер-министра. После неожиданных результатов парламентских выборов ни у одной из партий нет абсолютного большинства голосов, а значит, нет преимущества. Три блока заняли примерно равное количество мест в Европарламенте. И теперь все зависит от того, как они смогут договориться между собой. Подробности у нашего корреспондента в Париже Алиисы Сдыковой. Даже поражения французской сборной по футболу на чемпионате Европы не способны затмить собой главную тему дня. Кто же будет следующим премьер-министром? Ее обсуждают даже далекие от политики люди. На парламентских выборах, которые сами французы оценивают как исторически важные, три блока заняли примерно равное число мест. И теперь все будет зависеть от того, как они смогут между собой договариваться. Пока в товарищах согласия нет. И речь даже не о представителях разных политических направлений. Нет единой кандидатуры и у парламентского большинства. Нового народного фронта или Альянса левых сил. Они обещают завершить переговоры к концу недели. Пока самых вероятных претендентов два. Лидер партии «Зеленых» Марин Тондельер и лидер партии «Социалистов» Оливье Фор. Я предлагаю создать большую парламентскую группу нового народного фронта, чтобы мы могли коллективно обсуждать решения. Чтобы самые трудные решения принимались на общем собрании всех депутатов Народного фронта. И почему бы даже не получить одобрение того, кто будет иметь честь быть нашим премьер-министром. По традиции, как только были объявлены официальные результаты выборов, действующий премьер-министр Габриэль Атталь подал в отставку. Вот только ее президент Макрон не принял. В стране вот-вот начнутся Олимпийские игры. И сейчас не лучшее время для передачи полномочий. То, что Габриэль Атталь остается сегодня премьер-министром, является ошибкой демократии. Во-первых, потому что Габриэль Атталь, как и сторонники Макрона, потерпел поражение на выборах в законодательные органы. Они потерпели поражение на европейских выборах. И я очень обеспокоена тем, что президент продолжает действовать так, будто ничего не произошло. Как будто французский народ не голосовал. Политические страсти с завершением парламентских выборов во Франции не стихли. Напротив, набирают новую силу. Вновь избранному составу Национальной Ассамблеи предстоит определиться не только с кандидатурой главы правительства, но и распределить министерские портфели. И все это в считанные дни до старта главного имиджевого проекта Франции Олимпийских игр в Париже. По прогнозам ООН, к 2030 году население Земли вырастет до 8,5 миллиардов человек. И пока одни страны стремятся контролировать рост численности населения, другие сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Как разные государства справляются с этими задачами в нашем следующем материале. Уже к 2030 году в мире станет почти на полмиллиарда людей больше, сообщает ООН согласно новым подсчетам Фонда народонаселения. В 2050 число составит 9 миллиардов 700 миллионов, а к новому столетию достигнет почти 11 миллиардов жителей. Резкий рост произошел из-за изменений в уровне рождаемости и продолжительности жизни. 50 лет назад показатель прироста численности населения в мире был равен 4,5. К 2024 году он сократился почти вдвое, а средняя продолжительность жизни в мире наоборот увеличилась с 64 до 73 лет. Кроме того, на прирост населения повлияли высокие уровни урбанизации и миграция. Тем не менее, в некоторых крупных странах из-за их политики и экономического развития прогнозируют сокращение числа жителей. Один из самых известных примеров искусственного ограничения рождаемости был в Китае. Страна так быстро росла в демографическом плане, что периодически сталкивалась с нехваткой ресурсов. Поэтому с 1979 года КНР проводил политику «одна семья, один ребенок». Но вскоре государство оказалось в демографической ловушке. После нескольких десятилетий население стало сокращаться и стремительно стареть. Пожилых людей в КНР было в десятки раз больше, чем рабочие молодежи. Китайцы также заводили исключительно сыновей и наследников. В результате в 2016 году власти разрешили семьям иметь двух детей. Еще через пять лет допустимое число увеличили до трех. Сейчас правительство старается поощрять пары рожать больше с помощью налоговых льгот и денежных вознаграждений. Также предлагают более привлекательные декретные условия, медицинское страхование и жилищные субсидии. Власти Франции реформируют систему декретного отпуска, который станет существенно короче, но будет лучше оплачиваться. Так, государство намерено стимулировать рождаемость, которая в прошлом году стала самой низкой в стране со времен Второй мировой войны. В настоящее время во Франции существуют два этапа декретного отпуска. По рождению ребенка и по уходу за ним. Первый предоставляется как для матерей, так и для отцов, а второй этап доступен только женщинам, которые были трудоустроены официально и работали больше года. Декрет длится год, с возможностью продления его дважды. Сумма компенсации составляет около 400 евро в месяц. В 2023 году Индия обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной в мире. Власти постепенно начали вводить ограничения на рост рождаемости. Самое современное решение местного правительства – запретить людям с двумя и более детьми занимать государственные должности. Учитывая, что во многих областях госслужба самая высокооплачиваемая работа – это существенный аргумент. На сегодняшний день на Земле проживает 8 миллиардов 119 миллионов человек. С 2010 по 2023 численность населения сократилась в 34 странах. Согласно последним данным ООН, самый низкий уровень рождаемости в Южной Корее и Гонконге – менее 6 человек на 1000 населения. Следом идут Сан-Марина, Япония и Италия. По прогнозам, к 2100 году людей станет меньше, в первую очередь в странах Европы, Латинской Америки и в малых островных государствах. Среди крупных, в которых ожидают снижение числа жителей – Китай, Бразилия, Мексика и Япония. Жанна Хусайнова, 24КЗ. Страной с самой низкой рождаемостью в мире несколько лет подряд признают Южную Корею. Месяц назад президент Юнсок Йоль даже объявил чрезвычайную ситуацию из-за сокращения численности населения. Какие меры принимают в стране для того, чтобы решить эту проблему, узнал наш собственный корреспондент Владислав Цой. Он выходил с нами напрямую в связи с Сеула. Влад, привет! Что конкретно предпринимает Южная Корея, чтобы вдохновить людей на создание семьи и воспитание детей? Во-первых, я расскажу, что президент Южной Кореи объявил в стране чрезвычайное положение из-за низкой рождаемости. И он предложил несколько мер для решения этой проблемы. Во-первых, может появиться новый государственный орган. Он называется Департамент демографической стратегии. Кроме того, Департамент демографической стратегии, его руководитель будет иметь статус заместителя премьер-министра по социальным вопросам. Кроме того, политикой по увеличению рождаемости будет заниматься старший секретарь президента. Правительство планирует сделать все для того, чтобы молодые люди могли соблюдать баланс между работой и личной жизнью, ухаживать за детьми и иметь доступное жилье. И вот что конкретно планируют предпринять чиновники, это одно из нововведений двухнедельный краткосрочный отпуск по уходу за ребенком. Например, в случае болезни. Будет увеличен возрастной предел. Если сейчас мама может работать в неполный рабочий день по достижению его ребенком 8 лет, то сейчас этот возраст будет увеличен до 12 лет. Кроме того, отпуск по уходу за ребенком в Корее сейчас могут брать не только матери, но и отцы. И их срок отпуска может увеличиться с 10 до 20 дней. Максимальный размер оплаты также будет увеличен по уходу за ребенком в течение первых трех месяцев. Сейчас он составляет полтора миллиона вон, это где-то 1200 долларов. Будет увеличен до двух с половиной миллионов вон, это 2200 долларов примерно. Также правительство намерено обеспечить бесплатное образование и уход за детьми в возрасте от 3 до 5 лет. Расширить факультативы для тех, кто учится в начальных классах в школах по всей стране к 2026 году. Это будут бесплатные факультативы. Сейчас одна из проблем, почему родители не спешат заводить детей, потому что очень большая оплата вот этих факультативов, она может достигать, хотя школа бесплатная, она может достигать в месяц там один факультатив 100 долларов, а таких факультативов может быть там 5-6 факультативов. Кроме того, планируют чиновники решить проблему нехватки домашних сиделок. Почему женщины не хотят заводить детей? Потому что им приходится для этого оставлять свою работу, жертвовать своей карьерой. Будут нанимать сиделок иностранных сиделок, 1200 домашних работников и студентов. Еще одна инициатива, она коснется 120 тысяч семей, в которых есть новорожденные, и хотят обеспечить жильем, доступным жильем, и построить новые жилые комплексы для семей, где есть один и несколько детей. Также правительство планирует упростить доступ к кредитам на жилье и на покупку и аренду жилья в тех семьях, в которых есть новорожденные. В целом, уже есть хорошая тенденция. В апреле этого года впервые зафиксирован небольшой рост рождаемости. Надеемся, что эта тенденция будет продолжена. Пока такая информация. Влад, но это все инициативы. А примерно сроки реализации? И какая вообще процедура? Это теперь должны поддержать, я так понимаю, правительство? Нет, это не поддержать. Президент, если дал указание, то они будут это выполнять. Тем более, что он объявил чрезвычайное положение. Поэтому они должны будут исполнить это все поручение президента. Я думаю, в ближайшие 3-4 года ситуация изменится. Влад, а это все государственная инициатива, это все понятно. А что говорят знакомые твои? Почему люди не торопятся рожать детей? Личные наблюдения. Во-первых, да, здесь, в Корее, у них принцип такой, жизненный принцип. У нас, например, когда молодые женятся, выходят замуж, с милым и рай в шалаше говорят. А здесь, в Корее, так не говорят. Они говорят, сначала я должен получить высшее образование, потом я должен найти хорошую работу, и лишь затем я подумаю над тем, как жениться и не жениться. И получается, пока не получают высшее образование, пока не находят хорошую работу, приходит возраст 30 лет и старше. Женщины к этому возрасту уже менее способны к рождению детей. А мужчины, они потом могут и вовсе передумать. Сейчас очень много, большой процент семей, где есть только один член семьи, то есть одинокие семьи, таких вот много, скорее. А те пары, у которых все-таки есть дети, примерно сколько, один-два ребенка, многодетными считаются кто? Те пары, у которых многодетными считаются уже, если есть три ребенка. Вот у меня три ребенка, мы сейчас живем в Корее, когда корейцы слышат, сколько у меня детей, трое детей, у них большие очень глаза. Как вы всех умудряетесь здесь воспитывать в Корее? Я говорю, ну у нас, у многих в Казахстане трое детей, поэтому для них это считается многодетной семьей, если трое детей. В основном один ребенок в семье, не больше. Спасибо большое. Напомню, на прямой связи со студией Сеула был мой коллега Владиславцой. Теперь данные по нашей стране. Больше 20 миллионов человек проживают в Казахстане. Такие данные предоставили в Бюро национальной статистики. Мужчин в Казахстане 9 миллионов 837 тысяч, женщин чуть больше 10 миллионов. Кроме того, согласно цифрам, численность городского населения составила 12,5 миллионов человек. В то время как в сельской местности проживает 7,5 миллионов граждан. А еще в Казахстане растет показатель ожидаемой продолжительности жизни, как и в целом общее количество населения. О причинах положительной тенденции в материале Айслу Махмутовой. Еще два года назад демографы прогнозировали, численность населения Казахстана к 2030 году может превысить 20 миллионов человек. Это при негативном сценарии. При позитивном цифра выше на миллион. Но озвученный порог уже достигнут. По состоянию на сегодняшний день в стране проживают 20 миллионов 140 тысяч граждан. Казахстан по количеству жителей на 62-м месте в мире. Численность населения страны на 1 июня 2024 года составила 20 миллионов 139 тысяч 914 человек. Это на 260 тысяч 911 человек больше, чем на 1 июня прошлого года. Увеличение численности произошло за счет миграционного и естественного прироста. Естественный прирост за январь-май 2024 года составил 99 608 человек. Сальдо миграции 6464 человека. Число родившихся за январь-май 2024 года составило 155 143 человека. В структуре жителей превалирует число женщин, их 52%. А плотность населения выше в городах. Впрочем, она неоднородна. В Алматы, к примеру, на квадратный метр приходится 3000 жителей. В Ултау один. Средний показатель по республике 7,5. Это один из самых низких в мире. В центральной части Казахстана, собственно, в Великой Ости, где и находится Ултау, исторически эта территория никогда не была плотно заселенной, потому что она могла прокормить небольшое число людей. А если мы смотрим на южные регионы, мы увидим там совершенно другую историю. Это история плодородных земель с достаточно большим количеством воды, где с давних времен большое количество оседлого земледельческого населения. И там всегда плотность населения выше. Алматы и сегодня это самая привлекательная точка с точки зрения миграции населения. Люди едут туда, где ресурс. Растет в стране непродолжительность жизни. Если в начале 80-х она едва достигала 67 лет, в 90-х увеличилась на 2 года, то сейчас, по данным Минздрава, показатель вырос почти до 75. Ожидаемая продолжительность жизни росла до периода пандемии. И в 2019 году достигла 73 года. А в 2020 и 2021 годах она из-за пандемии упала до 70 лет. В 2022 году продолжительность жизни выросла аж на 4 года и составила 74,4 лет. В целом, ожидаемая продолжительность жизни, она растет из-за того, что, во-первых, улучшается, скажем, снижается смертность, улучшается, скажем, качество жизни населения, улучшается уровень здравоохранения. А еще во всех регионах Казахстана появились центры долголетия. Волшебного рецепта, как продлить молодость, вам не дадут. Но сохранить активный образ жизни помогут. 86-летняя Батыш Нургожина уже несколько лет занимается гимнастикой, мечтает отпраздновать вековой юбилей. Я занимаюсь несколькими видами гимнастики. Польза огромна. Перестали беспокоить боли в суставах, энергии много, настроение хорошее. Считаю, что секрет долголетия кроется в постоянном движении. По мнению специалистов, продолжительность жизни зависит от ряда факторов. Это бесспорно подвижный образ жизни, правильное питание, регулярное посещение врачей, отсутствие стресса и частое пребывание в компании единомышленников. Отношения, семейная жизнь, твое место в социуме. И когда все вот эти вот грани, все находятся на одном уровне, конечно, тогда и возникает вот эта вот гармония. Я чувствую себя важным, я чувствую себя нужным. Да, это и продлевает жизнь, потому что человек чувствует себя нужным. Тем временем казахстанцев, перешагнувших вековой рубеж, в стране насчитывается 702 человека. Основную долю составляют женщины. Топ-3 регионов по количеству долгожителей возглавляет город Алматы, где проживают 162 человека старше 100 лет. На втором и третьем местах располагаются Туркестанская и Кустанайская области. Там числятся 75 и 56 долгожителей соответственно. В столице проживает 21 человек, перешагнувший вековой рубеж, в том числе 15 женщин и 6 мужчин. К этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго.